Стартов шоу на М1, я первый! Селайка, это мистер Санни и мы начинаем сегодня. Итак, умный зонтик, бионические ноги. Фейлы та вины того самого Бруно Марса. Как в погоне за скидками, ни в коем случае не заплатить больше. Об этом мы будем говорить сегодня с гостем нашей студии, соучредителем проекта «Скидочник» Василием Степанюком. Его и приветствуем! Василий Степанюк, співзасновник проекту «Скидочник». Это пошуковик сред купонных сервисов на снижки и сейлев в интернет-магазинах. Василий, если говорить про сайты, то очень много сайтов, которые предлагают снижки, купоны. И почему именно агрегатор? Как ты пришел к этому? Агрегатор снижил? Скажите, бизнес-купон, который у нас родился около 4 лет назад, я был знаком и безусловно, так сталося, что я свого часу привел акцию, и первую акцию на один из первых ресурсов, которые у нас появились, после того, как эта модель начала рухать по своду. С временем я от этого ушел. Я, власне, шукал студию, куда я мог бы пойти и заняться в йогу. Я хотел найти ее как раз на купонных сервисах, но мне не давалось найти на том или ином ресурсе. Я понимал, что было бы хорошо, если все эти сайты были собраны в одном месте. Ну, так выникла идея этого агрегатора. Самое понятие скидочник незначно ширше, чем просто купонный агрегатор. То есть мы понимали, что просто мы можем агрегировать снижки, которые находятся на любых сайтах, не только купонных. Ну, скажем, на любом интернет-магазине одягу, на любом интернет-магазине электроники есть разделы распродажей. Всему это интересно. И ресурсы, которые бы объединены в одном месте, не было бы на тот момент. Мы понимали, что мы можем стать чем-то больше, чем просто купонный агрегатор. И начали собирать снижки из всех ресурсов. В интернет-магазине очень много ресурсов, которые представляют снижки. Всем известные интернет-магазины электроники, одягу и так далее. Они все будут собраны у нас. Поэтому я думаю, что потенциально это может быть там от 100 и больше партнеров. Что еще будете вводить как раз в процессе презентации своего предложения? Своего сервиса. Ну, акцент делаем на разделе шопинг, так? И разделе товаров для дома и электроники. То есть все, что связано, скажем, с одягом, товарами, побутовую технику и так далее. То есть на все это действуют снижки. И будь-який товар, который сейчас вас может зацикавить, в том или ином месте, его можно придать с снижкой. Нашим партнерам очень, скажем, безопасно с нами працювать. Безпека в том, что мы просто працюем по модели CPA. Это процент от продажей, которые проходят через наш ресурс. И, соответственно, мы заработаем только в том случае, если мы приносим нашим партнерам гроши. Если мы не приносим, то мы, соответственно, ничего не заработаем. Через это наши партнеры зацикавляют с нами. А давай сейчас представим вам и, может, опишем какого-нибудь шопоголика. А чем довольствуется, чем руководствуется этот человек в момент, когда залазит на сайты со скидками? Если говорить конкретно про наш ресурс, то, например, есть интернет-магазин, скажем, всем известный, какого-то одяга. У него есть товары, например, куртки. Они сегодня коштуют, там, осенью куртки, они там актуальны. На них сегодня цена 1000 грн. На стану распродаж, и все знают, что эти куртки будут коштувати 700-800 грн. А так, как интернет-магазины, там, партнеры, которые собраны на скидочнику, их десятки, так, то, соответственно, у нас в будь-який момент есть товары, скажем, какие актуальны тому или иншему использованию. Например, тот самый одяг, те самые куртки осенью, то есть того или иного бренда, их можно найти у нас на сайте с большой снижкой. Актуальные вопросы, просто сейчас на улице будут озвучены нами, для того, чтобы узнать, кто знает про сервисы, которые позволят завершать ваши деньги, про скидочника и не только. Привет, скажи, пожалуйста, ты скидками пользуешься? Пользуюсь, конечно. Ну, иногда. Пользуюсь. На частичке. Продукты, вещи. А где ты узнаешь о скидках? СМС-сообщения. По телевизору. В магазине. На бигбордах. Известно с интернету. Какая скидка-то должна быть? Процентов 20, может быть. 25% хватит. 30% это уже наикраще. Ну, процентов 50, я думаю. Сто процентное. Конечно же, все любят шару, но в основном пользуются ею исключительно в момент присутствия в магазине, потому что никто не знает про интернет-ресурсы, которые могут помогать этим. Объясни, почему люди все же проверяют это собственным опытом, зайдя лишь только в магазин? Почему они не слушали про такой интернет-ресурс? Скидочником користуются на данный момент больше 10 тысяч людей каждого дня. Чому не знают? Люди не настолько, ну, не настолько багато сделают покупок в интернете, скажем, а это поширено в Европе, в Штатах. Ты очень хорошо знаешь свою аудиторию? Это в основном женская аудитория. Женки, скажем, они больше, скажем, сделают покупки, скажем, ну, больше импульсивно, тобто, они больше от хочу, побачили гарную картинку. А вот какой процент пользователей, которые заходят на ваш ресурс и все же действительно оплачивают покупки? В месяц мы отдаем нашим партнерам близко 70 тысяч зацікавленной аудиторией. Это аудитория, которая кликает по кнопке купить на скидочнику. И в среднем обороту коштей, которые проходят через скидочник месяц, он складывает орієнтовно 800 тысяч гривен. Мы за 55 минут повернуемся в стартап-шоу, веселую нашу компанию, Василий Лавик и Містер Сані, и дізнаемося, як відрізнити реальні знижки від маркетинговых ходів. Также умный зонтик и девайс, который помогает человеку бегать со скоростью страуса. И вообще, на самом деле, открываем секреты, на чем именно экономят украинцы. Об этом вам во всем, и не только специально для вас. Здесь стартап-шоу на М1. Экономьте с нами и будьте с нами.